Турнир по мини-футболу В следующий круг выходили по две лучшие команды. Практически год провели любители футбола без соревнований. Долгожданному турниру благоволила прекрасная солнечная погода и хороший настрой спортсменов. Почетным гостем соревнований по мини-футболу стал член Совета директоров Толиати Азота Николай Неплюев. Сейчас чего не хватает, это как раз вот, чтобы были командные направления, которые можно было развивать. Плюс не хватает еще мостика общения в спорте между руководством и заводом. Вот в этом направлении, я думаю, что еще определенную работу нужно будет проделать. И это будет круто, когда будут совместные команды, руководство и завода. А дальше уже против конкурентов в отрасли, против наших партнеров. Потому что через неформальное общение мы сможем укреплять отношения стратегические. В матче за третье место встретились команда производства карбамида и футболисты 35-го цеха. Основное время закончилось в ничью 1-1. Исход игры решили пробитые пенальти. Команде 8-го цеха повезло больше. Им досталась бронза турнира. Сейчас были беспрецедентные меры по защите от вот этого пресловутого коронавируса. То есть все необходимые мероприятия были проведены. То есть это и маски, и это и температурный режим измерения, и социальное дистанцирование. То есть это все было учтено. Мы как организаторы приобрели еще и такой опыт, что немаловажно. Но тем не менее игры очень энергичные. У ребят очень много сил после вынужденного полугодовалого простоя. Все проходит вежливо, все проходит на позитиве. Самое важное. Это основная задача спорта – сближать, развиваться, дарить хорошее настроение и здоровье. В финале турнира за чемпионский кубок сражались команда ремонтников 26-го цеха и футболисты 6-го агрегата «Аммиака». Победить действующих чемпионов Тольятти Азота оказалось невозможно. Атаки и контратаки велись одна за другой. Удары поворотом были у обеих команд. Но хорошая защита и вратарь не подвели футболистов 26-го. Счет 2-0 в пользу ремонтников. Команда 6-го агрегата «Аммиака» на втором месте. На церемонии награждения звание лучшего вратаря турнира единогласно отдали Павлу Милайкину, не пропустившему у ворота команды 26-го цеха ни одного мяча. Лучшим защитником стал Иван Степаненко, футболист производства «Карбамида». Лучшим нападающим признали игрока из 6-го цеха Кирилла Смирнова, на счету которого больше всего забитых голов в турнире. Помимо призов от профсоюзного комитета Тольятти Азота, команды, занявшие первые места, получили памятные подарки от Николая Неплюева. Награждая уже постоянных чемпионов завода, команду 26-го цеха организаторы отметили, что стабильность – это признак мастерства. Победу ежегодно доказывать еще сложнее, потому что коллективы, спортивные коллективы наших цехов, они всегда пытаются отнять вот это вот, но, слава богу, у них это не получается, где-то жестко, где-то, конечно, бывает чуть-чуть неспортивно, но все же хорошая спортивная именно борьба, и каждый год для меня это ценно. Конечно, если бы второе, уже не то, но все-таки мы рады. Все игроки благодарили организаторов турнира за вновь появившуюся возможность посвятить выходной день любимому виду спорта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok